Девушки отдыхают 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 Сантиметров кажется делом абсолютно нереальным не только для Михаэля Хайбека, но и для любого другого конкурента. Все-таки спортсменов немножко сдерживают. Были инциденты в этом году и, в принципе, заговорили снова о травмоопасности этого вида спорта. Старается сейчас, чтобы все было поаккуратнее. Грамотная, хорошая работа. Результат, тем не менее, средненький. Еще один представитель местного клуба из Штайнаха Амбренер. Итальянской республики. 118 метров, даже не 120, а 118. На общем плане казалось, что дотянул до капоинта. Нет. И это очень хороший шанс для Хайбека. Учитывая, что сейчас только национальной группой довольствуется Клеменс, несколько лет входя в основную сборную. Он, конечно, учится довольствоваться малым. Все в порядке у Хайбека. Это, конечно, далеко не рекорд. Но это качественный прыжок. Зака Пойнт и Хайбек могут быть счастливы. Вот это та самая плюшевая акула, которая является символом фан-клуба. Только что отпрыгавшего рекордсмена этого трамплина Михаэль Хайбек показывает в абсолюте второй результат. Но главное, выигрывает свою полностью австрийскую пару. А сейчас стычка между Киленом Пайером и Кевином Бикнером. Бикнер идет по восходящей. Пайер, ну, свой неплохой уровень демонстрирует. И, в принципе, ратно победил, спрашивают его. Ну, как вам сказать? Он, безусловно, кумир на все времена. И, безусловно, он четырехкратный олимпийский чемпион, что говорит само о себе. Но сейчас главным образом, чему я пытаюсь у него научиться, это умение сохранять всегда спокойствие. Даже в кризисной ситуации. И под небеса пытался улететь американец. Это был не лучший вариант, увы. И Бикнер после обнадеживающего выступления в квалификации. Сегодня по течках, но в первый день Энгельберга и на первом этапе турне у него были, в общем-то, провалы. И шансов пробиться в тридцатку не было никаких. От тридцатки его отделяло довольно много очков. Сейчас, соответственно, это зубчатая траектория. Все зубчатая сохраняется. И он опять проваливается вниз. Следующий взлет можно ожидать, наверное, в Бишофсхофене. Да там и трамплин, надо сказать, что более такой привычный с современной точки зрения. Данил Андре Танде. Очень хорош в зале, очень хорош в имитациях. Там все в порядке. На снегу и в комбинезоне, как говорилось неоднократно, были у него сложности. Такое ощущение, что комбинезон очень сильно сковывает движение. С пробной попытки. Где он летел на 125, сейчас летит еще на метр дальше. Но тут, в принципе, общий уровень вырос. Так или иначе, вот такой прыжок в сочетании с хорошей второй попыткой может позволить ему даже постучаться в десятку. Но все зависит, конечно, от доминирующих направлений ветра. Куделка. Куделка, который исправно набирает очки и никогда не вылетает. Сосредоточился на качестве своего прыжка. И хотя лучшим он не стал, но он наверняка впишется в список лучших проигравших. Посмотрим, Цато там пока лидирует. 118,2, безусловно. Он лучше среди проигравших, а Танда идет напрямую. Лишь на одну строчку выше, в то же время в общей таблице будучи. Но почти, не почти, а даже больше, чем на 4 очка его опережая. Чеха, тем не менее. Тем не менее, мы можем говорить, что Куделка себя нашел. Куделка в порядке, и это не может не радовать. Ланюшек против Амана. Аман не прыгал. Имеет достаточной информации, достаточного опыта на этом трамплине. И не прыгал здесь с пробную попытку. У Анцы все в порядке. В районе 125-метровой отметки он приземляется. Обратите внимание, что Скотт, новая звезда Линдвик. И вот он говорит, что при том, что он очень небольшой, он старается быть больше. Он старается не превратиться в летающий лом. И пронзить воздух. Он пытается стать летучей мышью. И это ему помогает. Симон Аман. Неплох тоже. И думается, что Семи, уступив в этой паре, тем не менее, должен идти. Удалось ему только однажды. На прошлом строгом трамплине был 24-м. 112,7. И, соответственно, в этой паре выигрывает Ланнисек. Сата чуть выше Амана. И Аман третий среди проигравших. Линдвик. Как тебе понравился этот трамплин? Дело в том, что мой тренировочный трамплин в Норвегии очень похож по конфигурации. Поэтому динамика напоминает. И да, я здесь очень уверенно себя чувствовал. И такого большого количества сильных соперников. Бойтла 118. И, тем не менее, с поправками это недостаточно хорошо. И вроде бы и Капоинт близко. А Маккензи обходит только Бикнера. Такиучи. Отличный команде из Японии. Дотягивает до отметки 120. Опять поигрывает ветер. И ветер под лыжи. Аж металл. О, фазе приземления. И там можно вытянуть дальность. Ну и, естественно, из этой пары идет уверенно вперед Такиучи. Шлири против Стоха. Ой, какая пара, да? Какие звезды! Как жаль, что и один, и другой сейчас в кризисе. Гордость здешней школы. Человек этого клуба. Ну, за исключением того времени, пока учился в штампсе. И то был приписан к этому клубу. Инсбрушчиц. Грегор Шлиренцауэр. Наконец-то! Наконец-то делает классный прыжок. Гораздо лучше, чем то, что у него получилось при стрелке. И создает, надо сказать, некоторые проблемы двукратному. Изолированному, единичному, но успеху. Хорошие оценки. Итальянец давно ждал подобного от суперзвезды. С почти семьюдесятью выигранными этапами Кубка Мира. Стоху против... После этого, конечно, сложно что-то возразить. И тем не менее, он помнит, как здесь надо работать. И проиграв эту пару. Великий Стох. Безусловно, также великий. Безусловно, все помнят, что выиграл. Обычно потряхивает откровенно в Закопаны. Тоже очень хорошие оценки. И многое зависит от поправки. Вот, видите, они, соседи. И Шлири рад своему возвращению. Стох рад возвращению великолепного соперника. Они продолжат борьбу в финале. Но, честно говоря, я теперь все меньше и меньше. Понимаю, с чего хватит для того, чтобы стать одним из лучших пяти проигравших. Планка очень высоко. Ценепреутс впервые в этом сезоне выступает в основных соревнованиях средний брат. Увы, это прыжок мимо финала. Можно быть практически уверенными. Все три брата в основных соревнованиях. Ну, увы, конечно, в поединке с Робертом Йоханссоном, который занял третье место в пристрелке. С результатом 127,5. Йоханссон рвется все выше и выше. Йоханссон рвется к победе. Не очень ровно, но вполне, как у большинства. И он хорошо опирался на воздушную подушку. Один из лидеров норвежской сборной, преодолевший последствия травмы спины, идет дальше. Занимая среди всех третью позицию, радость публики заключается в том, что Шлири держится по-прежнему в тройке. Накамура крепкий середнячок сборной Японии против еще одного превца. На сей раз старшего. Накамура не без оглядки на лидера своей команды выступает. Такое ощущение, что многое пытается скопировать с разной степенью успешности. Это получается. Аккуратно выехал японец, получил неплохие баллы. 18-18 с половиной. Ждем победителя турне 2016 года. Лишь 30 вру вам. Восьмой результат у него. Посмотрел на соседний. Восьмой результат последней тренировочной попытки. Превц отрабатывает активно. Превц чувствует опору, когда попутный ветер. Ему не удается выдать все, что он умеет. В плане своей агрессивной техники. Здесь же. На одну ступеньку ниже поставлена лавка. Ну и, как всегда, раскланивание японцев. Это уже такая фишка на публику больше даже. Форфан, которому нельзя сказать, что больше всех повезло с ветром. Но лучше всех остальных удалось четко оттолкнуться. Продолжает лидировать. Выиграв в своей паре, опережая Превца, Шлиренцаура, Превца старшего, Йоханссона, Стоха. Какие списки. И вот за что мы любим КО-систему. За что мы любим вот эти дуэли. Потому что очень часто первая попытка. Это первые 15 относительно невыразительных прыжков. И все мы ждем, ждем, ждем. Когда же лидеры, которые сейчас в очень хорошей форме находятся. Когда же наконец они. Вот еще, продолжая тему братьев. Это Штефан. Основной Хубер это Дани, как известно. Даниэль Хубер будет прыгать много позже. Хубер вышел в своей паре на Кубацкий. Не очень хороший подарок судьбы, прямо скажем. Сколько у Константина Шмита все-таки поклонников. В Южной Германии причем. Такое ощущение, что вот группа его поддержки и группа поддержки Айзенбихлера наиболее многочисленные, или, по крайней мере, наиболее крикливые. Систы. Но, тем не менее. 110,4 и 110,6. Тем не менее, 0,2 балла в его пользу. А Хубер, увы, вынужден развести руками. Потому что он, конечно, лучшим среди проигравших, или даже пятым среди проигравших в итоге, быть не сумеет. Юстин против Ито, а сейчас Форфанг. Очень хороший прыжок, лучший по-прежнему. И это была комбинация того, что это был удачный прыжок и отличные условия. Я вышел из этих кондиций ветровых максимум возможного, но это еще надо было сделать. Посмотрим, хватит этого или нет для того. Не хватало Дайки Ито. Никогда не был здесь ни победителем, ни призером. После того, как Юстин расписался в собственной беспомощности на данный момент, по крайней мере, у Дайки Ито появляются все шансы продолжить. Но ему этого мало, разумеется. Ито в хорошей форме. В гармише он был на пятой строчке. Он хочет бороться как минимум за это же. Но для пятерки, для шестерки этого будет маловато. Посмотрим, конечно, компенсации. И еще в пробном раунде он улетел в эти квалификацию. Не далее как. Юстин, конечно, вылетает со свистом. Но эти 119 с небольшими копеечками в десятку Ито, по крайней мере, пускают на восьмую позицию в данный момент. Лучшим из проигравших по-прежнему остается Камель Стох. А тем временем Педерсон против Верла. Робин Педерсон. Представитель второго эшелона норвежской сборной. Который дебютирует здесь на турне четырех трамплинов. Лиха беда начала, разумеется. Но с другой стороны, посмотрите на Линдвика. Это ведь тоже дебютант. Но вот этот дебют не назовешь дерзким. Как-то Робину после Нового года не особенно летается. С технической точки зрения тоже это далеко был не образец. Для подражания, в общем, Херлу распахиваются ворота в его родной Бишофс Хоффенге. Он по определению должен быть хорош. Но для начала вот здесь. Посмотрим, что человек, который только-только обживается в основной сборной, сумеет сделать. За 120 вполне-вполне достойно. Зеленая линия здесь обозначает не абсолют, а обозначает, что нужно перелететь для того, чтобы стать победителем в паре. Поэтому с точки зрения общей конкурентоспособности этого может стать маловато. Ну да ладно, даже просто набирать очки для Херла. Сейчас задача сама по себе. Матчик Кот против Айзен Бихлера. Кот спокоен, довольно-таки стабилен. Но его стабильность на гораздо более низком уровне, чем у Маркуса. Чемпион мира на большом трамплине. На вот этом самом, более того, большом трамплине. Менее года назад. Обязан здесь, конечно, себя показать. Обязан включиться. Выбивает себя из игры. Матчик Кот. Худший его прыжок. За последнее время. Айзен Бихлер сейчас должен сделать работу над ошибками. Слушайте, слушайте, вы слышите, как его встречают. Разочарование огромное. То, что сбился прицел на столе отрыва у него в заключительной тренировке, это при нем, к сожалению, осталось. Сто четырнадцать с половиной всего-то навсего, даже ближе их. О подиуме не могло быть речи. Но, зная этот трамплин, будучи вполне опытным на здешних соревнованиях, трижды в рамках Кубка мира он здесь стартовал и на чемпионате мира здесь он выиграл. В эту реку войти не удалось. И еще один префс у нас есть в запасе против Дешвандена. Он выходит. Дешванден наконец-то вернул себе форму. Стал уверенным третьим номером. Довольно опасно балансировал на грани тридцатки в пробном раунде. Ой, боюсь, этот баланс сейчас изменится на ту сторону. Он вывалится за пределы финала. Окончательно и почти бесповоротно на континентальный кубок. Обнадеживающе стартовал во второй день соревнований в Энгельберге. Но здесь, судя по всему, остановится там же, где остановился в Гармише. Далеко за пределами списков финалистов. Доми на первом этапе в первый раз в этом сезоне был в десятке. Конечно, для неоднократного победителя этапов это не так здорово. Но понятно, что тогда он был скороспелым вундеркиндом. С первого же этапа Кубка мира, с первого же сезона в Кубке мира начал. Это название чемпиона по полетам. А до марта еще есть время. Но и здесь тоже статистам быть совсем не хочется. И он статистом не является. Стучится в тройку. Ну и тем не менее, я надеюсь на то, что далекие прыжки и более далекие даже прыжки еще сегодня будут. Лайтнер против Лае. Интересное созвучие, согласитесь. Интересно, что судьба именно этих двух спортсменов из Австрии и из Германии свела в этом парном поединке. И Клеменс, к сожалению, подтверждает правомерность решения Анди Витт. Интересно, что приписан он к беговому клубу, по идее. То есть у него там прыгунов в домашнем клубе всего ничего. И он самый сильный. И Лае. Лае, который сейчас нашел. Нашел себя, нашел точку отталкивания. Не так хорош был в тренировке, но тоже все-таки в двадцатку вписывался. Сейчас добавил. Прыжок стабильный, прыжок аккуратный. Так же, как и все его в эти дни. К сожалению, сейчас Гайгер ощутимо далеко впереди. Но этот очень надежный прыгун. И всегда надежда команды. Жалко только, что вот не король полетов. Не знаю, Мартис может раскрыться или нет. Ринген на первом турне четырех трамплинов. И Сундри Ринген абсолютно счастлив. Выглядит гораздо моложе своих лет. Ему 23 с небольшим хвостиком. А такое ощущение, как будто он из поколения тех, кого условно разрешали. Вспомните, были еще, пока не было возрастного ценза, были дебюты в карьере в 13 лет тоже. Штёклю. И моменты страданий, потрясений, моменты славы. Потеря маркинга, конечно, наиболее чувствительна. Не только из-за того, что команда ослаблена, из-за того, что непонятно, как он из этой травмы выйдет. Сумеет ли слово набрать. И, конечно, этот не только в паре фаворит, но и в абсолюте фаворит. Однако, где она, аэродинамика-то? Петр Жила расстраивает таким прыжком. Вроде все складывалось в последний раз. Но реконструировать этот прыжок по ходу дела было уже невозможно. Так что здесь вот как раз борьба двух неудачников. Кто из них будет хуже и Жила, несмотря на очень скромный результат, все-таки проходит дальше. Молодой норвежец, судя по всему, на него не в обиде. Что остается первым номером среди проигравших. Куделка, как я уже говорил, тоже вполне уверенно идет дальше. Накамура, Сато и Аман в зоне риска. И Амана могут, к сожалению, выдавить. Пока еще сильные вторые номера. Юкио Сато даже выиграл один этап, но сегодняшний этап ему не взять никак. Он в игре после потери баланса провалился вправо. Вытащил себя более-менее и замкнул шестерку сильнейших. Прыжок был на 126 с хвостиком. А сейчас вы видели, что сейчас. Что Кабаяси-старший был пониже в тренировке. Но какой толк в тренировке? Тренировка должна тебя обеспечить уверенностью. Да, в этой паре Юнь Сиро Кабаяси выигрывает. Но в то же время такой прыжок старшему Кабаяси не дает шансов побороться за лучший результат. Результат шестое место. Но он как-то стоит совсем особняком. В этой паре неудачников Кабаяси лучше. Петер против Зайца. Что в последней тренировке спросите вы? Мы ответим 46-й результат у Петера. У Зайца 12-й. Словенец на этом трамплине чувствует себя уверенно. Он стабилен. И самый молодой участник славянской сборной должен идти в следующий раунд. Вот уж тем более после такого провала швейцарца, который в очередной раз пробился в 50-ку волею судеб, можно так сказать. Это уже не принесет никакого результата. В публике пробиваются вувузелы, знакомые по этапам в планице. Это болельщики из Словении, это болельщики Зайца. Больше всего их будет на бишевсхофенском этапе. Болельщики покричали, порадовались, но в принципе был очень классный старт сезона. Он был очень стабилен, но потом стабильность ушла. И единственным стабильным остался Петер Превц. Превц, который и сейчас идет вторым, и сейчас опережает и своих братьев, и всех остальных товарищей по команде. Вальтер Хофер на своем трамплине продолжает разруливать и проблемы, гасить скандалы. Один из которых с размещением вспыхнул в гармиш Партенкирхене, о чем я частично уже и рассказывал. Не каждый раз все здорово для хорошего, удачливого осеннего прыгуна и прыгуна на щетках. 19 баллов доминирующая оценка. И Хубер за счет этих баллов, а также за очень, за счет небольшой поправки, но минусовой, квалифицируется высоко. Но против него Кубацкий. Обходит Стоха, что очень важно в борьбе проигравших. Ведь невозможно не проиграть Кубацкий. И он проигрывает Кубацкий. Кубацкий же снова рвется на пьедестал почета. Демонстрируя невиданную в карьере стабильность, демонстрируя феноменальное спокойствие. Очень здорово Кубацкий подстраховывает. Хотя и у Стоха проблем с попаданием в следующий раунд, естественно, не будет. Новый лидер, Давид Кубацкий. Ему приходится пожалеть, что здесь, в отличие от Реоэр, нет зачетных оценок в квалификации, потому что он везде выступает очень ровно. Но и так хорошо. И первая попытка у него отличная. Один из трех лидеров сохраняет все шансы даже на выигрыш турне. Маркус Шифнер. Ну вот это вторая группа, лишенная возможности выступать на этапах Кубка мира, в отличие от прошлого года. Ставки высоки. На основных турнирах эти ребята прокалываются, отступают. И это еще более очевидно доказывает справедливость их неприглашения в стартовый состав на первом этапе. Рююка Бояси. Пока еще лидер общего зачета. Четвертый в тренировке. Набирает большую высоту. Но лишь чуть-чуть преодолевает 120 метров. И это очень далеко от результата Форфана. На датский манер ее прыгает. Но он знает, как здесь выигрывать по прошлому году. Сегодня победой пока не пахнет. Хотя не повезло, конечно, очень ему с ветром. Компенсации пытались его спасти. Но этого оказалось недостаточно. И отставание его по очкам огромно от Кубацки. Оно дает возможность, если вот так все и сохранится, со свистом пройти японца польскому спортсмену. Ну а тем временем еще один поляк с гораздо более скромными амбициями. Ветеран на 4 года старше, чем Давид. Штефан Хула вылетает, увы, из турнира. Фил Ашенвальд теперь на одной ноге может его объехать. А ведь Ашенвальд стал одним из двух. Хула. Его результат, увы, только для статистики. И, в отличие от результатов, с Тохой Кубацкий разочаровал и Жила тоже, который протиснулся едва-едва и занимает сейчас только 22 место. И Ашенвальд. И да, его поддержка еще более шумная, чем поддержка у всех немцев и у всех поляков. Хоть их болельческие клубы высадились практически в полных составах тоже. Прыгун из Майерхофена, к сожалению, не долетает до Капоинта. И таким образом поединок Хула Ашенвальд становится поединком также относительных неудач. Капоинта начинает дуть сбоку. И аппаратура в данном случае не дает нужной компенсации, достойной компенсации. Байер против Гайгера. Два немца, два товарища по команде. Один из них без амбиции дебютант присматривается. Всему рад. Счастлив выступать на этом уровне. Однажды даже попасть в очки тем более. Но в Гармише он был неконкурентоспособен. И на новых трамплинах ему еще проблематичнее, понятное дело. И это вы сейчас видите как раз иллюстрацию. Он только-только начал прикатываться к этому трамплину. И пробиться в 50. Вот максимум его. Дважды второй. Плохо прыгнул Кабояси. Младший Кабояси. Но зато ой как прибавил Кубацкий, который сейчас является промежуточным лидером. И обгоняет Гайгера в общем зачете пока достаточно уверенно. Чем ответит? Карл. Все мягонько, аккуратненько. И вместе с тем с мощным выталкиванием. Со стабильным положением тела в воздухе. Но при этом хуже, чем у японца прыжок. Рисунок прыжка был. Точности в прыжке должно быть на этом катапультирующем трамплине. Как близко. Счастье и разочарование в большом спорте. Только что он чувствовал себя почти королем. Выехал за пределы своей родной Германии. И начались напасти. Давид Кубацкий по ходу дистанции. Уверенный лидер турне четырех трамплинов. Сакала против Крафта. В этой паре понятно, кто фаворит. Но Штефан вряд ли может здесь рассчитывать на призовое место. Судя по результатам тренировок, квалификации. Важно отметиться на подиуме хотя бы разочек. Он был совсем-совсем рядом с этим подиумом. На первом этапе. На втором этапе. Вот его символ орленок. Вот его семья. Причем уже еще более старшее поколение. Не только родители пожаловали его поддержать. Все мобилизованы. Давай, Штефан. Хорошая скорость разгона у Штефана Крафта. Достойный прыжок. Лучше, чем у многих фаворитов в этой пульке. В этом блоке у него получается. Но абсолютно такой же ветер. Ветер, который... Разочарован. Крафт все равно. Хотя в паре выигрывает уверенно. Седьмая позиция. Но важен же разрыв. Понятно. Именно это определяет, сможет он догнать или нет. Ну и в принципе при такой переменчивой погоде подиум еще очень даже вероятен. До подиума пять очков. Полосек. Рады любому положительному итогу на данный момент. Даже попадание в пятьдесят. Находясь в техническом кризисе. Против Вундеркинда. Немножко... Для обсуждения других вариантов и поездок в другие страны. Ему нравится. Новые вызовы нравится. Менять дислокацию. Но нужно, конечно, все решения принимать с оглядкой на семью. Я имею в виду Штекля, конечно. Линдвиг. Пошел. И победитель заключительной тренировки выигрывает и первую попытку. Вот это контратака. Видя, к чему это ведет, группа его семейной поддержки тоже скорее-скорее поехала на турне четырех трамплинов. В программу он выиграл чемпионат мира. Среди юниоров в одну калитку. И очень быстро вырос до такого сказочного уровня. Мариус Линдвиг. Новая суперзвезда этого турне четырех трамплинов. Между ним и Кубацкий. Сражение упорное. Кубацкий все равно пока виртуальный лидер генеральной классификации по сумме очков, набранных на двух с половиной этапах. Ну а Линдвиг стучится в тройку. Мариус Линдвиг. Возрождается Йоганн Андрефорфан. Но в его случае тут момент везения очень важен был. И посмотрим, удержит ли он это. Шлири тоже сегодня не жалуется на погоду, я думаю. Проигравшие сток, куделка. Мы были уверены, конечно, что они пробьются, несмотря на то, что потеряли, проиграли в поединке своих дуэтов. Накамура Сато тоже проходят. Симону, увы, не хватает совсем немножечко. И он чуть-чуть за пределами тридцатки сильнейших. 31 место. И он, проиграв в своем дуэте, своим появлением во второй попытке нас, увы, не порадует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы начинаем прямую трансляцию второй попытки в Инсбруке. Ох, прав был Мартин Шмидт, когда говорил, что этот этап ключевой. Так оно и есть на самом деле. И Маркус Айзенбюхлер, что называется, на своей шкуре, познал это тоже сполна. Но его неудача имела... Но Гайгер не то, что вылетает, конечно, из борьбы за призовые места, но вот при таком раскладе, и учитывая более стабильный характер прыжковых условий в Вишовсхофене, на победу, мне кажется, Гайгер уже точно не претендует. Шажок назад довольно заметный. Сделал и лидер общего зачета Рюйо Кабояси. И уступил промежуточное лидерство после первой попытки. И теперь Давид Кубацкий первый. Линдвиг рвется уже на подиуме на виртуальном. И совсем-совсем чуть-чуть проигрывает Рюйо Кабояси. То есть после... Айзенбюхлер следом за ним. Так, у Текиучи... У Текиучи получилось чуть похуже, чем у Айзенбюхлера, но в целом и тот, и другой будут гарантированно недовольны этими прыжками. Опять чуть-чуть добавили к разгону. Опять десятая лавка, десятая ступенька стартовая. До этого пробовали и девятую, но прыжки совсем недалекие получаются. В то же время опасных каких-то ветров, которые вынуждали бы сокращать траекторию, и их тоже здесь не наблюдается. Ну вот это что-то на что-то похожее. Анти-Альто возвращается к неплохой. А не тормозила, по крайней мере, не сбивала его с линии выкота. Два прыжка по 119 гарантирует ему сохранение позиций после первой попытки и, по крайней мере, три кубковых очка. Напоминаю, что они начисляются стандартным образом, в отличие от очков на турне, где просто сумма математическая всего того, что набрали в разных попытках. Поэтому всегда, если ты планируешь выиграть общий зачет, всегда нужно показывать максимальный результат. И Ашнвальд во второй попытке этого добивается. И что ж тогда, чему он не рад, спросит человека, не знаю. После первой попытки его опережают достаточно знаменитые ребята. Ну, то есть Кабояси ему по зубам это явно, Шмидт ему по зубам, да. Жила, как сказать, но, в принципе, у него не очень идет на этом трамплине в последнее время. Стабильно не очень идет. Гайгер, скорее всего, Гайгер все-таки покажет все, что он умеет. И он-то уж точно Ашнвальда остановит. Но пока Кабояси старший прыгает неплохо. Никто не скажет иного, но он про... Ашнвальд начал расти и начал прибавлять. Он показал во второй попытке, на что он способен на домашнем трамплине. Но в первой попытке все было упущено в глобальном смысле. И Константин Шмидт, выехав за пределы Германии, как и все немцы, начал выступать хуже. Этого эффекта мы не наблюдаем на примере Лая, но это единственное счастливое исключение. На то они и знакомые трамплины. Так же, как и в гонках автомота, очень желательно знать, а не только на компьютерах обкатывать трассы. Так и здесь. Жила. Сам для себя всегда загадка, но единственное, при том, что он, конечно, изменился психологически сейчас, он способен всегда отыграться. Повысил траекторию, увеличил мощность отталкивания. Отталкивание это незамедлительно принесло результат, и, возможно, Петрек остановит Филипп. Очень уверенно чувствовал опору, несмотря на то, что ветер был не бог весь что. И это новый лидер. В том числе и благодаря тому, что ветер ему не облегчал условия особо. Одна десятая балла в поединке с Ашенвальдом по сумме дает ему преимущество. И вот Гайгер. Как хотелось бы, чтобы он набрал хорошие очки за второй свой прыжок. Но это не такие хорошие очки, которые бы его спасли. Спасли бы его призовые шансы. Он сделал меньше, чем надо было. Если у них ниже их потенциальных возможностей получился первый прыжок, то второй прыжок они выполняют так, как будто они прыганы в высоту легкоатлетические. И все разваливается тогда окончательно. Нет, он сдержал себя, он отталкивался правильно, он использовал динамику. И он вышел сейчас в лидеры, но его основные соперники во главе с Кабояси младшим даже очень далеко. Несмотря на то, что и Кабояси сам не особо высоко. Тринадцатая позиция после первой попытки у младшего из двух братьев. И Чи Сато. Один из счастливых проигравших. В список Lucky Losers входит он. Накамура, его товарищ по команде. Роман Куделка. И даже Камель Стох, который стал вторым, не первым. Среди проигравших первым стал Дани Губер. И Губер замыкает десятку сильнейших. Ой-ой-ой, слабо совсем. И младший из двух японских братьев. Приехал. Кол. Все так и есть. Ну, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше Токеуши на 0,6 балла. Линдвиг. Ну, пытаться его вывести из равновесия крупными планами не стоит. А что же он диджей такой не шоумен, спросят многие. Ну, потому что та музыка, которую он ставит, те сеты, которые он собирает, все это не предполагает яркой личности самого диджея. Предполагает его творчество, его саунд. А он сам может быть вообще человеком в железной маске. Таким паука-фейсом. И вот Линдвиг такую марку и держит. Уже на разогревах несколько раз выступал у довольно заметных фигур. Но пока это хобби, не более того, говорит он. Хотя для настроя я, конечно, слушаю много. Музыки разнообразные. Оп-па-па. Опасный был выкат у Накамуры, но не закончился никакими большими. Надежда только на младшего Кабояси и на Ито, которые идут во втором десятке. Его не дало. Конечно, антишоу тоже никак не входит в замыслы организаторов турнира. На какой там лавке? Лавка стоит на одиннадцатой ступеньке, по-моему, поставили лавку. Нет, на двенадцатой. Смотрим, что покажет Хэрр. Ну, учитывая минусовую поправку на разгон, прыжок не на... Только четвертый Хэрр и никто этому не удивляется. Гайгер выдал очень качественный прыжок при не самых благоприятных условиях. Он был последним, кто прыгал с десятой отметки. Теперь рекордсмен этого трамплина, родственники рядом, Мигаэль Хайбек, надеется не испортить им зрелище. В лидеры не выйдет и Михаэль Хайбек тоже. Его отметка, отметка 4 января 2015 года. Прыжков. И почти никому, какой бы ни был статус, какой бы ни был опыт, и на этом, в частности, трамплине, почти никому глобально ничего изменить не удается. Киллен Пайер. Я счастлив тому, что Хорншу остался, веря в меня, в нашей сборной, но никак не могу понять никогда, нравится ему или не нравится, что я сделал. Что в случае удачи он в лице практически тоже не меняется. Если Ахуна называли человеком в железной маске, то этот и это, соответственно, определение уже забронировано. Не ругает, не хмурится, но и удачи моей тоже как-то так не ценится. А я думал, мне больше дадут, показывает Киллен Пайер. Человек-нерв, что, конечно, для прогуна не очень здорово. Линдвик демонстрирует, насколько хорошо, когда этой проблемы нет. По крайней мере, на сегодняшний день ее нет. Куделка, единственный из чехов, очень неплох в последнее время, вернул себе свою привычную технику, вернул агрессию. И здесь надо сказать, что он рисковал при этих условиях ветровых, он рисковал таким броском корпуса между лыж. Юрасик доволен. Хоть он и пропускает его подопечный трех человек, но Гаггер и Жила, по крайней мере, не заставляют его краснеть. Ашенвальд, человек досягаемый на сегодняшний день. Дайки Ито. Ито всегда может удивить в последнее время, когда у него наладились прыжки после долгого перерыва. Но вот сейчас он удивляет скорее со знаком минус. И не японский день. Все больше и больше заслуживает такого определения. Итоговый протокол двух попыток. Ито так далеко не провалился. Он лучший среди японцев, но вот и все. Пока Прелцы искали себя, Тимизайц спасал сборную. И на него рассчитывал Бертон Челину. Теперь братья Превц одного потеряли, но двое в десятке сильнейших. Теперь они ведут борьбу за призовое место. Ну а Зайц продолжает поиски себя. В сложных условиях эти поиски не особо удачные. Ветер все более и более соответствует определению выдув. Здесь можно попенять погоде. Здесь необязательно всю вину брать на себя. И сразу же следующий представитель балканской команды Анси Ланисек. Крепкий середнячок остается таковым. Сенсации от него не ждут. И Гайгер продолжает карабкаться выше и выше. Но вот сейчас могут быть проблемы с тем, чтобы пойти еще выше. Но ведь вопрос не только в месте занятом. С точки зрения Кубка мира, где он борется тоже за 50... Сумма в баллах от этого не меняется. И сумма в баллах будет проигрывать сумме Линдвика и Кубацки в первую очередь. Очень серьезно. Они в очень хорошей форме на данный момент. Да вот, только 13-й после первой попытки Рюйука Бояси. Сейчас единственное решение, пригодное для него, это выбросить все мысли из головы и просто прыгнуть ничего не боясь. Но и это тоже не спасает, даже если он был расслаблен. А он, по-моему, не был полностью расслаблен. И он чуть не забыл о том, что здесь нельзя совсем успокаиваться. И едва, едва... Нет, но он уже проехал линию падения. Начал, начал он улыбаться потихоньку, оттаял постепенно. Обходя Кубаяси в том числе. И, конечно, они очень пока потенциально очень сильно упускают инициативу заметно. Вот это был прыжок. Кажется, Танды не зря в спортзале скакал. Козликом. И Штокль присутствовал на всех. И бился на турне четырех трамплинов двух успехов подряд. И как раз вот это и в Гармише, и в Партнен, и в Инсбрухе это было. В семнадцатом году. Но потом, вы помните, он спекся под конец. Очень был вымотан психологически. Всего боялся. И забыл проверить крепление на последнем этапе. И это стоило ему победы в том турне. Камель Стох. Стох, который едва не извинялся тогда. За такой подарок судьбы. Но он был тогда стабилен и силен. В итоге он выиграл. Сейчас о сумме говорить не приходится. О кубке пока тоже говорить не приходится. Приходится... ...слов. По итогам выступлений 20 из 30 финалистов. Забывать потерю базы, которая была из-за его проблем со здоровьем. Дани Хубер. Два брата Хубер впервые на таких представительных соревнованиях выступали вместе. Менее титулованный не прошел в тридцатку. Даниан здесь. И лучший среди победителей, проигравших точнее в своих парах. Но этот прыжок... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. К счастью, уже гасла скорость. Но, тем не менее, это очень неприятное все равно падение. И такой не особо скоростной дисциплини, как с Лалом. Своими ногами уходит Хубер. Желаем ему обойтись без... ...каких-то заметных последствий. Как ты смотришь на оставшийся... ...на оставшийся этап? Я в форме, я в хорошем состоянии. Это просто такой турнир, который не подразумевает ошибок. Мне сегодня и не везло, и я сам не соответствовал ожиданиям. Но я не погружаюсь тут в самоанализ. Но чаще всего это моя философия. В принципе, Инсбрук это не мой трамплин. В принципе, профиль трамплина подходит гораздо больше. И я хотел бы там отыграться. Хотя, в первую очередь, я буду стремиться просто к отдельно взятому хорошему выступлению. Обещает один из лидеров общего зачета, который вылетел из тройки. Пока! Ну и хоть какой-то! Я не знаю, в аптечном количестве бальзам на душу местным болельщикам. Стабильность за вычетом Кубацки. Растет, растет сума очков. И она, увы, не первая для ведущего. Это повод для разочарования. Четыре балла и три десятых в пользу Данила Андре Танды. Эфан Лаве. Последняя надежда сборной Германии. Но гола престижа не получается. Второй прыжок невыразителен, даже если сравнивать его с прыжком Карла Гайгера. Повстрили бы в Германии. Верили они в успех, но он не пришел. Единственное, что Гайгера удалось потеснить Лае. Лае с точки зрения своих амбиций и своего прогресса в порядке. Но глобальные успехи на этом турне ему не грозят. Ух ты! Такое ощущение, что Домен немножечко потерял равновесие, когда готовился к отталкиванию. Ну а может быть просто так смело проверил пяточные узлы своих креплений. Недоволен младший Прелц. Прыгал он в неплохих условиях первую попытку присутствия ветра, который вроде бы должен был помогать. На самом деле практически ничего ему не дал. Гайгер в итоге в десятке сильнейших. Но вот Шлири во многом, конечно, та замечательная попытка первая смотрелась как случайность. Ни разу мы не видели двух подряд хороших прыжков в исполнении Грегора Шлиренсаура за последние пару недель. И вот сейчас, ох, поспешил я его хвалить. Надо было все-таки дать возможность. Несмотря на то, что это его домашние трамплины, тут тысячи прыжков сделаны. Прекрасно понимает, получавший немало травмтанды, что это такое. И Шлиренсауэр вновь возвращается в десятку сильнейших. Это только отдельные эпизоды, но как его любит местная аудитория. Она верна ему, она не забывает его, 60 с лишним побед. И это здорово. Петер Прелц. Пять лет назад чемпион этого турнира. Сейчас рад любому месту на подиуме. Но кажется, это не тот день, когда ему такое место зарезервировали. Петер был. Гайгера нет, Гайгер не дотянется. А нет, дотянулся и Гайгер, кстати. Гайгер, Шлири, Лаекрафт и Танды. Обошли Преутса старшего. В любом случае лучшего среди славянцев два. Славянца два брата подряд сейчас в стартовом финишном протоколе. И Форфан. Вы помните его полетища за 130 метров. Но у него был довольно ранний стартовый номер. И вот такова командная атмосфера. Не за счет ошибки товарища по команде хочется становиться призером. Ну, добра пожаловать снова на подиум этапа Кубка мира. Говорим мы Данилу Андре. Сочувствуем Йохану Андре. И прыгает. Надежный, как швейцарские часы. Давид Кубацкий. Прыгает классно. Выходит в лидеры. Мечтал о большем, понятно. И крылья ему подрезали по сравнению с тем, что он падает более двух десятков баллов. По-видимому, его сумма выводит его на первое место. И как минимум на второе место в сегодняшнем турнире. Стох и Жила счастливы. Несмотря на посредственность собственных результатов. И остался только Линдвиг. Человек, которого трудно вывести из равновесия. Несмотря на то, что он прыгает первое турне четырех трамплинов. Все ему нипочем. Техника у него сейчас просто идеальная. Просто штучная. И снова, вот вы видите, он выводит лыжи. Подрабатывает руками. И выигрывает по сумме. Нельзя здесь раньше времени радоваться. Почему его не предупредили. Здесь очень опасный выкат. И очень крутая гора контруклона. Но товарищи по команде, видя, куда он приземлился, верят в то, что это приземление достает. Новичок. Второй год на этом уровне всего-навсего. И в первый раз на турне. Выигрывает. Выигрывает. И рвется на подиум общего зачета. И в этой связи важна, конечно, сумма. Он выиграл 1,3 балла у Кубацки. И Кубацки он в общем зачете, естественно, не обойдет. Кубацкий лидер новый. Перед следующим и заключительным этапом. И вот здесь проверка его психики. Так же, как и проверка психики Линдвика. Когда еще ехать и ехать, другое дело. Когда остается всего один шаг. К счастью, ни тот, ни другой. К счастью, для них не несли бремя лидерства до этого. Это принципиально важно. То есть они не перегорали на предыдущих этапах. Они вышли из колеса, как говорится. И вот теперь сейчас было бы неплохо увидеть всю сумму. Посчитанные все очки за все этапы. Ну а пока итоги сегодняшних состязаний. Именинникам чувствует себя Штокель. Два человека у него на пьедестале почета. Хорошо попраздновали и хорошее желание загадали в Новый год. Кто только не видел ту вечеринку. Которая тоже помогла им перезагрузиться. Помогла сбросить напряжение. Не только умение работать, но и умение хорошо, душевно, как говорят, отдыхать. 21-летняя восходящая звезда из Норвегии Мариус Линдвик. Линдвик, которого нашли в норвежской глубинке. Сразу же увидели, какова мера его таланта. И дальше. Как хрустальную вазу понесли на вершину. И донесли. Родители приехали его поддержать. Поражаются тому, как неплохо оплачиваются его успехи. Горды. Говорят, вот это действительно, да, настоящая серьезная работа. Дальше будет, конечно, еще более непросто. Потому что без отдыха. Завтра опять. Бой завтра опять. Прыжки. Тренировка. Квалификация. В понедельник развязка турне. Ехать недалеко. Сплошь скоростные шоссе. Между Инсбургом и Бишевсхофеном. Сначала до развязки Зальцбургской. Потом направо. Можно, конечно, подобрать себе что-то более сложное. Можно в район Кизбюль съездить. Если по зимним дорогам охота покататься. Они, к слову, сейчас не такие уж сложные. Развязка турне четырех трамплинов. которая начнется завтра и завершится в понедельник. Но у горнолыжников еще полная развязка не наступила. Покидая гостеприимную тирольскую столицу, переносимся, ну, вот как раз к юго-востоку от Бишовского. Субтитры создавал DimaTorzok